МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петрозаводск дышит гарью. Горит городская свалка. Нарушены ли права? В СИЗО у Залецкой и Корниловой побывали карельские омбудсмены. Наив. В Петрозаводске уже 11 апреля. Мы разыграли билеты на концерт. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Свалка горит в Петрозаводске на протяжении нескольких дней. Дым уже могли почувствовать жители ключевой птицефабрики и даже центра города. С огнем сотрудники автоспецстранца самостоятельно справиться не могут. К делу подключились спасатели. Когда наша съемочная группа вернулась со свалки, вся редакция почувствовала это в буквальном смысле. Но эти кадры того стоили. Сгорание произошло со среды. Открытое пламя было локализовано. На данный момент к пятнице была площадь намного меньше. В связи с тем, что сейчас ветер раздувается. Специалистами автоспецстранца предприняты все меры. Сколько здесь тонн мусора? Ответ кажется неизвестен даже руководству автоспецстранца. Во всяком случае, цифру нам не назвали. Все, что выбросили мы, наши соседи, наша улица и город, оказывается здесь. Мрачное, охраняемое место, которое к тому же сейчас окутано едким дымом. Огонь. На свалке тушат водой и планируют завозить грунт, чтобы засыпать очаги. Сложности пожарным создает сильный ветер с порывами. Руководство автоспецстранца считает, что причина возгорания где-то внутри, в недрах свалки, тлеют органические остатки. Возможно, здесь произошло самовозгорание. Так или иначе, справиться с огнем, который находится под землей, будет непросто. Тлеющие отходы поднимают температуру в недрах свалки. Очаги возгораний таким образом находятся на глубине. Сложность учения в том, что открытые очаги горения редко происходят. И их просто ликвидировать. А основное горение происходит на глубине, клеющее. И использование воды и обычных средств тушения малоэффективно в таких случаях. Здесь необходима работа тяжелой техники и завозка грунта, земли и утрамбовка, перемешивание мусора с грунтом землей и сильное трамбование. Впрочем, самовозгорание – это всего лишь одна из версий. Огонь мог быть завезен на свалку, но это в основном происходит осенью и весной, когда люди жгут листву. Еще одна причина – неосторожное обращение с огнем работников на свалке. Так или иначе, автоспецтранцу в плане штрафных санкций ничего не грозит. Возгорания на свалке случаются регулярно, вне зависимости от времени года. Этот пожар планируют потушить в концу недели. Карельские омбудсмены спустя неделю обратили внимание на аресты Ольги Залецкой и Александры Корниловой. Так, уполномоченный по правам человека Александр Шарапов встретился с арестованными женщинами в СИЗО. А детский омбудсмен Оксана Старшова заявила, что сегодня направила ходатайство следствию в отношении детей Ольги Залецкой. Да, мы действительно встретились. Встретились с этими арестованными женщинами персонально. Спросили, так сказать, о ситуации. Что касается нарушения условий содержания, прямых как таковых не поступало. С учетом первых минут с момента задержания, какая-то несогласованность имела место, но которая в последующем разрешилась. Напомним, ранее в интернете появилась информация, что Ольга Залецкая содержится под стражей с нарушением ее прав. В следственном изоляторе на Курганском проезде задержанную якобы не кормили и держали в холоде. Также сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка Оксана Старшова не защитила интересы заключенной матери несовершеннолетних детей. Но я понимала, что как уполномоченный обратиться в Следственный комитет, имея право, и приняла это решение. Сегодня в ходе рабочей встречи с главой мы обсуждали ряд вопросов, в том числе и этому, и Александр Петрович, он меня поддержал в этом решении. То есть сегодня это обращение? Обращение отправлено, да. Только сегодня? Почему вы не сделали это раньше? Нет, вы знаете, я вам еще раз говорю, некоторые ответы, в том числе официальные, я получила только вчера, и кроме того, есть определенная процедура. Бизнесмены-депутаты Влитхан Алиханов останутся под арестом до 12 июля. Такое решение принял сегодня Петрозаводский городской суд. Срок ареста Алиханова продлили больше, чем на три месяца, до 12 июля. Ходатайство о залоге и домашнем аресте суд отклонил. Судья согласился с позицией следствия, что на свободе Алиханов может оказать воздействие на свидетелей путем шантажа или подкупа, уничтожить доказательства по делу, то есть воспрепятствовать следствию. Кроме того, суд посчитал, что Алиханов может скрыться за границей. Для этого у него достаточно средств и есть жилье на территории Финляндии. Есть еще высший суд, на все более божье. Прошу так честно, все это правило соблюдал. Напомним, Давлетхан Алиханов задержан 3 февраля этого года. Его подозревают в махинациях с городской недвижимостью и незаконном пересечении границы. Уголовное дело в отношении Алиханова возбуждено по признакам мошенничества. В центре сделки более десятка городских объектов недвижимости, которые оказались в руках команды Алиханова. Речь идет о зданиях, в которых находятся офисы Сбербанка. И еще один человек, чью фамилию называют в связи с громкими уголовными делами. Василий Попов сейчас находится за границей, при этом не исключает, что вернется домой. Также бизнесмен предполагает, что может быть арестован. Мы связались с Василием Поповым и вот что он нам ответил. Арестуют, а потом решат за что. Я, кстати, тоже ни по какому делу сейчас фигурантом не прохожу. Но если бы не уехал в начале марта, уже три недели бы сидел, а заодно узнал бы, в чем обвиняюсь. Будет что-то вроде того, как у Алиханова. Суд оштрафовал мэра Петрозаводска за невыполнение требований прокурора, сообщает портал Петрозаводсговорит. В прошлом году прокуратура провела проверку в связи с обращениями горожан по вопросу содержания тепловых и сетей горячего водоснабжения, которые подключены к трем жилым домам по Петкеранской. Прокуратура установила, что данные сети не являются общедомовым имуществом. Однако, несмотря на неоднократное обращение жильцов в администрацию города, мэрии не исполняются обязанности по надлежащей эксплуатации сетей, посчитала прокуратура. В итоге надзорное ведомство оштрафовало Галину Ширшину на 2000 рублей. Новая редакция правил рыболовства, принятая Минсельхозом России, вызвала недовольство карельских рыбаков. Правила вступили в силу 3 февраля этого года. С этого времени жители республики стали обращаться и к депутатам законодательного собрания. В формировании законодательства о рыболовстве участвуют все регионы страны. Далее для исполнения закона о рыболовстве Минсельхоз России принимает 7 правил рыболовства. Для Карелии, входящей в северный бассейн, действуют отдельные правила. Ограничения на использование сетей вызвали возмущение у жителей республики. Впервые за 80 лет местным рыбакам закон запретил ловить рыбу сетями. Проблема в том, что в феврале уже эти поправки вышли и очень по-своему на это посмотрели, посмотрел Минсельхоз Российской Федерации. Разрешил сельским поселениям, жителям сельских поселений вести промысел на Белом море. Не учитывая того, что значительная часть населения этих районов живет в городах, которые расположены тоже на Белом море. С чем же связаны жалобы жителей Карелии? Местное население всегда жило рыбной ловлей. Вдруг запрет. В Минсельхозе Республики уже в феврале этого года, когда вышли поправки, прошло совещание. Его участники решили, эти ограничения необходимо отменить. Также на Онежском озере вообще был запрещен лов и любительский лов, и промышленные сетями. Эти поправки тоже внесены. Депутаты надеются, уже в ближайшее время поправки в правила рыболовства для северного бассейна, внесенные ими в Министерство сельского хозяйства России, будут одобрены. И жители Карелии смогут заниматься рыбной ловлей, как и прежде. Карельский спортсмен Владислав Ларин завоевал золото чемпионата Европы под хэквондо в олимпийских дисциплинах. С победой чемпиона и его тренера Сергея Петрова поздравил глава Карелии Александр Худилайнин. Владислав Ларин выступал в самой тяжелой весовой категории – свыше 80 килограммов. В финальном поединке наш спортсмен со счетом 17-5 победил азербайджанца Радика Исаева. В общекомандном зачете сборная России заняла второе место. Меня все время интересует, вот после ваших боев, сколько синяков остается? Всегда по-разному. Бывает, что не остается. Бывает, что не синяков. Здесь сразу нокаут отправишь соперника, да? Когда Александр Михайлович мне смс-ку отправил, потому что настроение сразу добавилось. Я тут в Москве всем хвастал, что у нас такие великие есть достижения. Поэтому от всей души поздравляю. Спасибо большое. 11 апреля в клубе «Амстердам» с программой «Все хиты и новые песни» выступит группа «Наив». А мы разыграли два билета на этот концерт. В конкурсе принимали участие подписчики нашего сообщества «Ника плюс новости» и группы «Наш Рок Петрозаводск». Для участия в конкурсе требовалось вступить в наше сообщество в сети и поделиться записью, анонсирующей концерт группы «Наив». У нас есть имена двух победителей. Каждый из них получит по билету на концерт. Это Дарья Качалова и Алексей Сокур. Следите за новостями нашего сообщества «Ника плюс новости». У нас много интересного. Уже сегодня мы запускаем новый розыгрыш. У нас есть билеты на супер-шоу «Два часа голоса». Шоу пройдет 22 апреля в Доме культуры «Машиностроитель». Современная драматургия. Экспериментальный проект с таким названием проходит на сцене театра «Творческая мастерская». Эксперимент идет громко, с аншлагами и спорами. Зрители поделились на два лагеря поклонников и противников новых постановок. Что думает об этом сам директор театра, узнаете в программе «Гость в студии» сразу после рекламы. А новости на сегодня все. Я, Юлия Кучеренко, желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин